Все, запись везде идет. Значит, еще раз всем привет. Во-первых, конечно, я не знаю, как у вас у нас наступила просто настоящая зима, которую я не люблю, и в который раз я убеждаюсь, что я выбрала правильную себе смену профессии, что хотя были планы кое-куда поехать, но я вчера еле кое-куда съездила, поэтому сегодня я не хочу этого стресса, и сегодня я работаю дома. Так что везде все-таки у нас есть плюсики. В тепле, дома сидишь, как говорится, классно. Ну и по плану у нас сегодня очередной эфир. На этот раз мой интервьюер, наверное, так это правильно говорится, Ольга Синькевич, мой партнер, которая сегодня с вами поделится своей историей. Пишите вопросы, если будут. Конечно, она на них ответит. Ну, а сейчас начнем, наверное, с самого начала. Расскажи немного о себе, потому что кто-то тебя знает, кто-то тебя не знает. Откуда ты, где училась, где работала, работаешь, и, в принципе, как ты пришла, созрела в этот сетевой, которого очень многие боятся. Всем привет. Так, у нас немножко фонит, конечно. Это так должно быть, да? А мы двигаем телефончик подальше. Сейчас попробуем. Я тоже вас сделаю. Так, ну, ладно, давайте начнем. Может быть, что-то стабилизируется у нас. Ну, для тех, кто еще со мной не знаком, конечно, хочу представиться. Меня зовут Ольга Синькевич, и я родом из маленького-маленького городка в Беларуси. Пишут фонит сильно. Я пока делаю звук меньше на телефоне. Сейчас как? Все нормально? А, все, все, значит, хорошо. Значит, зовут меня Ольга Синькевич, я из маленького города в Беларуси. Наш город настолько маленький, девочки, я не знаю, что это со связью, но я себя тоже очень... Все, я сделала меньше звук на телефоне, конечно. Потому что техника, она такая, живет своей собственной жизнью, но ничего, мы ее еще не сделаем. Каждый живет по-своему. Больше не буду говорить, да, давайте все-таки продолжим. Знаете, как-то так случилось, что, ну, очень многие, как я уже поняла, знаете, так где-то встречаешься, знакомишься с новыми девочками, понимаешь, что очень многие просто приходят в сетевой из профессии учитель. И Оля мне не даст соврать, она оттуда же. Вот. Почему так складывается? Наверное, потому что учителя сами по себе, по своей натуре, это люди, которые стремятся к чему-то новому, каким-то новым горизонтом. Хотят узнавать что-то новое, познавать что-то новое, развиваться в каком-то определенном смысле, ресурсе. Вот. И, конечно же, я тоже не стала исключением. Для меня было это сетевой, это для меня новый опыт. Опыт, которым я вот, которым бы я хотела попробовать, да. И, в общем-то, я это сделала, начала я свой путь уже достаточно давно, но начинался он так, знаете, очень не с бизнеса, не с построения бизнеса, а просто со знакомства, со знакомства с продукцией. И постепенно, постепенно, потихонечку я как-то начала вливаться, вливаться вот в весь этот бизнес. Ну, это если вот так вот кратко, да, говорить о том, как же я сюда пришла и кто же я вообще такая есть. Те, кто уже в компании, да, вообще в сетевом бизнесе, в нашем проекте давно, то те, я думаю, знают меня уже не понаслышке, потому что периодически в чатах я все-таки мелькаю. Вот, поэтому, а для новичков, ну, вот сегодня буду раскрываться новыми гранями. Так, но Оля немножко не полностью все сказала. Пришла она в сетевой давно. Мы с ней вместе начинали в другой компании. Это был далекий где-то, может, какой девятый год, но тогда мы работали совершенно по-другому, совершенно другими способами. Мы вот реально брали товар, где-то ходили, где-то продавали, где-то предлагали. Что не продавалось, приходилось пользоваться самому и так далее и тому подобное. Ассортимент маленький, но это было давно-давно в 2009 году. Затем, Оля, как-то... Подожди, перебью, я уже даже об этом и призабыла, потому что... Я помню все. Ну, знаешь, сказать, что это было прям знакомство с сетевым, это очень громко и, так знаешь, натянуто, я бы даже сказала, потому что... Да, 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 да. Если уж прям говорить о том, что где-то там сетевой, то мне его предлагали, еще будучи студенткой, да, когда я была студенткой, вот тогда мне уже предлагали каталог, кстати, Фаберлип. Мне принесли и сказали, вот посмотри, полистай там то, сё. Я, конечно же, тогда отказалась. Но в настолько распространенном сетевой и вообще работа... Не просто работа, да, а интернет-магазины, они не были распространены. Вот, поэтому, конечно же, если прям так далеко-далеко смотреть, то да, это было при царе горохе, как говорится. Когда мы были молоды и наивны. Точно, точно. А затем я начала дальше искать свои стези, а Оля чуть-чуть повременила с сетевым и начинала как обычный покупатель. Сначала она просто покупала у меня. Затем я говорю, зачем тебе покупать у меня, я все равно тебе отдаю со скидкой. Ты же можешь участвовать в различных акциях, вот даже в стартовой шикарной и так далее и тому подобное. И таким Оля попала в кабалу таким образом. Ну, с тех пор она и находится в этой кабале. Ну, кабала, я бы не сказала, что это кабала. Это прям слишком громко сказано, чтобы назвать кабала. Да, на самом деле все, девочки, так и было. Начинала я именно с этого. Как я уже говорила, да, со знакомства с продукцией. То есть я просто пользовалась продукцией. И ничего, как говорится, не предвещала. Ну, вот смотри, ты начинала, как я уже сказала, просто с покупателя. Вот ты, твоя мама, вы просто пользовались, потому что все равно вы это бы покупали. Но вот что тебя подтолкнуло именно к тому, чтобы не просто покупать или там максимум продавать по ценам каталога, а вот именно к построению бизнеса, то есть уже к серьезной ступенечке этой. К этому меня подтолкнул пример, пример, который был у меня перед глазами. И этот пример сейчас ведет вместе со мной прямой эфир. Поэтому, конечно, когда ты живешь вот в том окружении, в котором живешь, и не видишь больше ничего, кто родители? Родители простые рабочие. Все твое окружение – это самые обычные простые рабочие люди. Кто-то с высшим образованием, кто-то без высшего образования. Ну, это уже не имеет абсолютно никакого значения. Но, тем не менее, когда они живут и идут, знаете, каждый по протаренному вот такому пути, то, конечно, очень тяжело куда-то свернуть. Вправо, влево, как говорится, попытка к бегству. Поэтому, безусловно, я бы, наверное, и не начала, и не продолжила дальше свое знакомство с сетевым, если бы я не видела перед собой пример. После того, как Оля наша открыла у себя, открыла у нас в городе офис, когда я увидела ее результаты, когда я поняла, что это все не так, как было когда-то, когда-то раньше, когда мы только знакомились с этими всеми сетевыми компаниями. Поэтому, конечно же, мне тоже захотелось развития. Я тоже не хотела сидеть на месте. Вообще, по своей сути, я человек довольно активный, и я всегда открыта новому. Знаете, я всегда говорю, что если мне предлагают, то я лучше соглашусь, потому что второй раз могут мне предложить. Вот. И как-то, да, как-то такому принципу я живу всегда. И открою вам сейчас маленькую такую, не то чтобы секрет, но в прошлом году мне предложили нырнуть в прорубь. Знаете, что я сделала? Я согласилась. Просто дело не дошло до дела, скажем так. Вот и все. А я уже думала, что она новенькая. Да, да. И если бы мне завтра сказали, мы прыгаем с парашютом, вы знаете, я бы навряд ли сказала, нет, я не буду прыгать с парашютом, потому что это что-то новое, и это те эмоции, которые навряд ли я, возможно, вообще решусь. Я бы не рискнула. У меня бы стало сердце. Поэтому я хочу еще пожить. Пожить я тоже, конечно же, хочу, но тем не менее. Я к чему? Когда мне Оля предложила, кстати, да, если вернуться вот туда, где-то к истокам, вести первый вебинар, я думаю, Оля не даст мне соврать, подтвердит, что я не сказала, не-не-не-не-не, я не буду, ты что, давай в другой раз, давай там через год, через два, через десять. Нет, я сказала, окей. Как меня трясло? Хм, не сказать ничего. Я знаю, меня тоже трясло. А? Я знаю, меня тоже трясло. Вот. На мне было красное партие. Ты не договариваешь, тебе Оля не предложила, тебя Оля поставила перед фактом. Тебе нужно провести вебинар. Да, но при этом, если бы немножечко по-другому я себя повела, то я бы, наверное, до сих пор эти вебинары... Я бы больше не предложила. Вот и все. Вот. И вебинары бы эти никто не вел, видимо, а так все-таки вот на тот момент я сказала, да, окей, все. Хотя, что у меня творилось внутри, не передать никак. И когда я вела вебинар... Други потеют, ноги потеют. Все потеет, да. На мне было красное платье, я была под цвет этого красного платья, то есть я с ним сливалась абсолютно полностью, тряслась каждая моя клеточка, каждая клеточка моего организма. Поэтому, ну, тем не менее, то же самое было бы и с парашютом. Я бы тряслась вся, но я бы это сделала. Вот. Поэтому, конечно же, если есть, если предоставляет жизнь вам какую-то возможность, за ее нужно хвататься, ее нужно использовать, эту возможность. Вот как-то так. Наверное, я все-таки еще скажу, что даже если не хочешь в этом признаться, но все равно, когда получается что-то очень хорошо у твоего знакомого, близкого знакомого, там подруги, сестры, брата и так далее, ты в первую очередь о чем думаешь, что, блин, а почему мне не попробовать? Я что не такая, у меня та же голова, те же руки, те же ноги, блин, да даже образование тоже. Мы изучили все одинаковое, только, ну, как говорите, специальность другая. Почему бы не попробовать? И вот это, наверное, самое первое, что двигает, когда получается именно у знакомого. Вот не надо далеко учить, вот, к примеру, у меня, допустим, брат. Я тоже когда-то пела. Это был седьмой класс, на девятый еще в колледже. Но я знаю, я не смогу так. У меня нет такого, у меня есть лук, но он не такой кристальный, как у него. И поэтому с техникой я вообще, наверное, только начинаю вот это все изучать. Поэтому в ту степь я даже не иду, потому что у меня нету к этому способности. А у нас такая профессия, что можно просто взять и научиться. Главное, чтобы у тебя была вот именно твоя зажигающая цель, для чего тебе это нужно было. Вот и все. И знаешь, способности, наверное, есть у всех. Просто кто-то их развивает, а кто-то их не развивает. Если слуха нет, то они остаются. Да, 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 да. А вот сейчас расскажи более подробно уже, как говорится, от ностальгии уходим. Как бы возвращаемся в 2022, чуть не сказала, кстати, 2023 год. Вот сейчас, на данный момент, расскажи, в каком ты сейчас звании, как ты к этому шла, успешно все получалось, какие были взлеты, какие были падения, какие ты можешь сказать советы, рекомендации для тех, у кого вот прямо сейчас настроение, вот просто все бросить. Вот здесь расскажи, пожалуйста. Конечно, без падений не бывает взлетов. Точно так же, как и есть взлеты, есть падения. Без этого никуда. И, наверное, в любой сфере деятельности это есть. Потому что, ну, без этого мы никуда не денемся. Это наша жизнь такая. И, знаете, наверное, единственное, что я могу сказать, это никогда не сдаваться. Пускай где-то вас притормаживает, да. Пускай где-то там что-то, какие-то преграды на вашем пути. А они были, есть, и они обязательно будут. Поэтому себя нужно настроить на то, что, ну, да, так есть такая жизнь, без них никуда. Поэтому как-то, кто-то, знаете, у кого-то впереди, скажем так, если уж образно так говоря, у кого-то обычный холмник, кому надо туда взобраться, у кого-то огромная скала, которую нужно преодолеть. И у каждого этот свой, и у каждого путь этот, он свой. Безусловно, у меня тоже были взлеты, были падения. У меня был период такой, знаете, благоприятный период. И одна из моих таких грубейших ошибок, которые я допустила, это когда нам компания дарила деньги. Давала деньги за нашу работу. Вот те 2700, которые были где-то вот там, наверное, в 19-м году, если я не ошибаюсь, это было. Или в 20-м? В 20-м. В 20-м. В 20-м году. В 20-м году. И, знаете, вот тогда был такой взлет. Такая благоприятная просто почва для роста. Да, многие этим воспользовались. И сейчас достигли определенных высот. Моя ошибка. Вот здесь я сделала свою, наверное, одну из грубейших ошибок. Я вышла на этот бонус. Вот эти шальные деньги, в принципе, да, на тот момент, кто не работает в сетевом, кто работает просто на заводах, предприятиях. 2700 белорусских, это больше 1000 долларов. А Россия, наверное, 100 тысяч получала тогда, если я не ошибаюсь. Вот. В России это 100 тысяч. Девочки, чтобы из России тоже понимали, какие суммы. Это была единовременная выплата, которую мы получали за подтверждение звания директора. Там, наверное, два раза или три, не помню уже точно. Вот. И когда я получила эти деньги, что я сделала? Да, я тогда уволилась с работы. Я, скажем так, поставила для себя в мозгу, в голове где-то там галочку определенную. Если я вот добиваюсь вот этого пунктика, который у меня стоял в моей голове, я увольняюсь с работы. У меня все получилось, я уволилась с работы. И вот два с половиной, наверное, года, получается, я не работала. Точнее, я не работала на госработе. Я не работала в найме. Я работала дома. Я работала в сетевом, в интернете. То есть вот здесь. И если вернуться к ошибке, какая была моя ошибка? Вот эти деньги, тот бонус, который я получила, надо было, знаете, если не в полноразмерном объеме, то хотя бы процентов 70 вложить в развитие, в дальнейшее развитие своего бизнеса. Я этого не сделала. И это было... Говорит, как легко пришли, так легко должны были и уйти. Надо вложить. Да. Спасибо. Вот, в том-то и дело. Поэтому это мышление, это мышление, которое не меняется вот так, которое меняется постепенно. Мы трансформируемся тоже постепенно, мы трансформируемся шаг за шагом. Нельзя просто в одночасье взять и поменять свое мышление с бедного на богатое. Такого не бывает. К сожалению, жизнь – это не волшебство. Жизнь – это жизнь, порой бывает. Вот, и в этот момент, конечно же, да. Вот, ну, что случилось, как говорится, то случилось. Но, тем не менее, это позволило мне два года не работать. Это было просто благоприятнейшее время, когда я работала дома. И еще один момент, который тогда случился со мной, это что я расслабилась. Начался ковид. Закончились практически все поездки, форумы, которые являлись вот такой внешней мотивацией для каждого из нас. А внешняя мотивация, она тоже должна присутствовать все-таки в нашей жизни. И как-то это все, знаете, вот так вот постепенно, постепенно, постепенно начало гасать. Возможно, я слишком себя поверила. Я не знаю. Сейчас анализируя, да, вот тот период моей жизни, конечно же, я понимаю, что да, это совершила я глупость. Но, тем не менее, на данном этапе я, проработав вот эти моменты, все-таки не останавливаюсь. Да, я не в звании директора. Ну, увы и ах, да, открывала я его несколько раз. Но, к сожалению, до закрытия я так и не дошла. Тем не менее, руки стараюсь не опускать и идти вперед. Вот, и сейчас в моей жизни случился очередной переломный период. Возможно, он дал мне для того, чтобы я осознала то, что вот у меня было, и то, что я, скажем так, не то, чтобы потеряла, а то, что меня остановило. Остановила, стала такой высокой просто скалой на моей пути. Вот, это работа. Мне пришлось выйти на государственную работу. Да, такое случилось. И случилась оплошность, которую я допустила еще в 2018 году, когда открывала пункт выдачи. Вот, то есть я открыла пункт выдачи, соответственно, я открыла ИП, и вот сейчас я пожинаю результат своего поступка вот тогда, почти пятилетней давности. Да, девочки, такое тоже случается, что иногда мы совершаем какие-то поступки, за которые отвечаем гораздо позже. И сейчас, выйдя на государственную работу, я понимаю, что как же хорошо было дома. Как же чудесно дома. Тебе не нужно было вставать. Да, у меня ребенок сейчас пошел в школу. Да, он ходил в сад периодами. Мне нужно встать утром, мне нужно отвезти его в школу. Но потом, когда я возвращалась, и мне нужно было отдохнуть, мне нужно было поспать, я себе это спокойно могла позволить. Я приезжала домой, я могла еще час-полтора отдохнуть, а потом садиться за работу приниматься. Вот. Но жизнь есть жизнь, я иду дальше. И я думаю, что сейчас вот это, возможно, станет переломным моментом, когда я все-таки, знаете, опять произойдет какой-то щелчок в моем мозгу. Он уже происходит, я вам скажу. И, наверное, более активно я начну работать в данном направлении и двигаться дальше в сетевом. Сейчас вот рассказываю вам, и меня немножко потряхивает, конечно, потому что все эти эмоции ты переживаешь заново. Вот. Все мы люди, все мы живые, поэтому вот эмоции меня сейчас переполняют. Немножко вот. Поэтому я сейчас чуть успокоюсь и поедем дальше. Знаешь, я думаю, меня все, кто на эфире есть и в Инстаграм, и в Телеграм поддержат, что тебя переполняют эмоции, меня тоже переполняют эмоции. Я переживаю прям как за себя, у меня уже вспотели руки, поднялись волосы на руках. Я уже вот на самом деле просто, конечно, прям то, что у тебя творится внутри, я представить точно не могу, но я просто ставлю себя на твое место и представляю, как тебе было это тяжело понять, принять и, главное, проговорить на вот эту всю аудиторию, которая сейчас смотрит, которая будет потом смотреть записи. и, главное, что для себя ты поняла свою ошибку. Потом твои мечты осуществятся, это я знаю точно, просто у каждого свой срок. Но чем больше у тебя будет вот этих холмов на твоем пути, тем, как всегда Оксана говорит, будет интереснее твоя история успеха. Потому что вот ты сама в самом начале сказала, у кого-то это может быть ровненькая-ровненькая дорога, но вот эта ровненькая-ровненькая дорога потом тебя расслабляет, и когда где-то что-то случится, а мы знать не знаем, что с нами, блин, будет сегодня, через два часа, а уже через год-два-три-пять я молчу. Потом тебе просто, как там говорят, об ухом или там чем-то по голове как треснуть, и ты не будешь знать, как поступать, потому что ты к этому не привык. А когда у тебя вот именно зебра, тогда ты знаешь. Вот, например, я всегда везде говорю, что это не значит, что, как некоторые говорят, ой, ты просто так говоришь, ты сама там мысли материальные, ты это все притягиваешь. Я просто сама к тебе знаю, как у меня это все идет. После каждого взлета бывает небольшое падение. Батение может быть разное, или что-то где-то не получилось из-за думанного, или ты вроде бы бонус получил, потом бац, что-то случилось, и обязательно этот бонус пойдет не туда, куда ты собирался. Или же ты рассчитывал, 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 тут бац, что-то произошло, и произошло то, что от тебя не зависит. Но главное, что ты это все понимаешь, и опять же повторюсь, я очень, даже не очень, я просто уверена, что у многих, у кого где-то тоже какие-то, не сидят, себя жалеют, за что мне это, я такая бедная и несчастная, и то и все идет так это, у нее вот что она не сделает, у нее все получается. Но давайте начнем с того, что вы знать не знаете, что на самом деле происходит у человека. Мы видим всегда только оболочку, но мы не знаем, что на самом деле происходит у человека. Так что все у тебя получится, ты сама это, в принципе, знаешь, тебе не надо это говорить. Просто главное не останавливайся, и главное, что ты поняла все свои ошибки. Поэтому если хочется тебе прыгнуть с парашютом, прыгай, я разрешаю. Может, это будет новый какой-то скачок в твоей жизни. Пусть это будет, грубо говоря, самое экстремальное, что у тебя произойдет в жизни. Ну, просто я лично на такое не способна. Я могу стоять... Я тоже. И меня только одно радость, что застеклен, допустим, балкон. Если бы он был не застеклен, и мне подул бы ветерок, он бы, наверное, меня обратно. Так что... Это я сейчас, знаешь, так вот утрированно сказала, что если вам дается какая-то возможность, то не пренебрегайте этой возможностью, а предлагают вам что-то делать. Естественно, это должно быть в каких-то рамках разумного. Я не говорю сейчас о каких-то страшных вещах для нас. Но тем не менее, если вам что-то говорят, да, предлагают, не спешите отказываться все-таки, да. Поэтому немножко утрировала, конечно. И сказать, что я хочу прыгнуть с парашютом, нет, я боюсь, у меня все трясется, но если бы мне дали такую возможность, мне сказали, смотри, завтра куплен билет, ты идешь прыгать. Сказали, а слабо? А слабо, 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 слабо. Слушай, еще одно словило. Вот спасибо, что ты прям проговорила, что вот сколько ты там, два или два с половиной не работала. То есть у тебя есть сравнение. И сейчас тебе пришлось выйти. И я думаю, это будет у тебя еще большим стимулом, потому что очень тяжело отвыкнуть от того, где классно. И вот сейчас я, например, даже это не представляю. У меня в марте вот сейчас 23-го года будет 10 лет, как я ушла с работы посреди учебного года, никого ничего не уведомив. И я просто, меня иногда, не знаю, еле контролирую свои эмоции. Смотри, когда вот у меня все четенько по плану запланировано в моем планере, благо я уже научилась где-то полгода его еду постоянно. И вот что-то где-то происходит, когда вот нужно поменять мои планы. Вот меня реально подбешивает это, потому что, ну, что-то где-то поменялось. А вот смотри, ты все-таки и школа, ну, чтобы все знали, что ты вернулась в школу. Вот, дальше, пункт выдачи у тебя функционирует, мама сказала. Да, конечно, будет 5 лет в марте, 1 марта будет 5 лет. Вот, у нас, короче, 1 марта у каждого свой праздник. У меня 10 лет, как я уволилась, а у тебя 5 лет пункта выдачи. И еще ты совмещаешь, ну, работу в интернете. Вот расскажи тем, кто совмещает, как ты это успеваешь. Я понимаю, что ты не успеваешь. Ну, вот где-то что-то расскажи, что ты там, может, новое что-то применила. Может, что-то просто пресекла, как бы. Ну, вот расскажи свои фишечки. Понятное дело, идеальности не будет. Ну, вот как ты более-менее справляешься с этим? А все, знаете, когда ты начинаешь, только-только начинаешь, очень сложно все состыковать. Поэтому для этого, конечно, нужен определенный какой-то период. Для того, чтобы сделать эту состыковочку. А так как у меня, по факту, сейчас получается, можно сказать, три работы, вот, то, ну, знаете, мне кажется, для женщины, в принципе, вынести это довольно-таки легко. Это поначалу тяжело и сложно, а потом, как говорится, привыкаешь. Вот. Поэтому, да, я вышла только на полставки. И это, слава богу, мне этого предостаточно, в общем-то. Поэтому я работаю четыре часа в день, это госработа. Дальше два дня в неделю я езжу в другой город, кстати, за 50 километров в одну сторону. И так на протяжении почти пяти лет. Вот. Но мне нравится это. Вот ездить, вот, это мое, это общение. Это когда ты можешь себя раскрыть и в определенном образом с какой-то другой стороны показать. А? Движуха. Движуха, да. Я по себе такой человек активный, и мне целый день вылежать на диване, как некоторые могут это сделать перед телевизором, это смерти подобно. Вот. Хочется чего-то, куда-то, что-то, какая-то идея, может быть, возникает, и ты начинаешь эту идею, что там, усолить, думать, переваривать куда-то, что-то, где-то. Хотя бы выйти просто прогуляться. И то уже как-то, знаете, протрястись, как говорится, уже и то лучше. Вот. Поэтому как-то, в принципе, мне это удается совмещать, потому что когда я до обеда дома, после обеда я на работу уехала, когда я до обеда работаю, после обеда дома. То есть у меня такое достаточно, не то что гибкий плавающий, но стабильный, маленький, небольшой график, работы, то есть все 20 часов в неделю я работаю, и, в принципе, это достаточно, не то чтобы легко, но пока мне удается совмещать все это. Знаете, как говорится, стоит только захотеть, и в космос можно полететь. Вот. Поэтому ничего здесь мега прям сложного, такого нет. Но, конечно, когда человек привык работать дома, исключительно дома, наслаждаться вот этим вот домашним уютом, теплом, и когда ты сидишь под теплым пледиком и можешь работать, это, безусловно, ни с чем не сравнится. Поэтому, девочки, начали как локомотив, движемся вперед, дабы у вас не сложилось такой ситуации, что вам, девочкам, пришлось работать на трех работах. Этого лучше, конечно, не допускать. Ну, и ты еще не забыла сказать, что все-таки огромный плюс дает то, что наша работа всегда с нами, в телефоне. Чтобы этого не было, ты бы была на работе, но когда была дома. Да, 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 все верно. Поэтому даже когда я на работе, я втихаря могу поработать. Мы все так работали. Да, да, да. Где-то там какая-то минутка появляется, и, слава богу, есть Wi-Fi, и мы работаем. Работаем везде и всюду, конечно, где только можно. Но не забывайте, девочки, о отдыхе. Ну, это да. Особенно, когда ты чувствуешь, что вот я по себе как чувствую, когда я уже просто киплю внутри, я чувствую, что я не могу сдержать свои какие-то эмоции. Я начинаю срываться, даже на коту я начинаю срываться, значит, я устала. Все, нужно денек побездельничать, заняться каким-нибудь своим любимым делом. Или поесть вкусняшек, или посмотреть какой-нибудь кинчик, или, в принципе, там куда-нибудь съездить. У каждого, как говорится, свои эти приоритеты. Но просто нужно ничего не делать того, что ты делал ранее. Сменить деалокацию, как ты говоришь. А еще расскажи, вот какими методами ты сейчас работаешь, и вот почему ты их на данный момент выбрала, какие бы хотела, может быть, освоить. Вот расскажи про методы. Ну, безусловно, в связи со сложившейся ситуацией, и что мне пришлось выйти на госработу, поэтому на данном этапе, на данный период своей жизни я работаю, стараюсь работать, конечно, бесплатными методами. Вот в который раз убеждаюсь, что иногда случаются такие моменты, которые от тебя абсолютно не зависят. И все зависит от того, как ты к этому относишься. Я на всякий случай снова 30 рублей кинула на зал. Уже, я думаю, в этом месяце не буду точно платить, но выкинула просто отовсюду. Ладно, начинаем. Значит, ты закончила, я слышала, что ты сейчас работаешь бесплатными методами, а где именно, как, ну, как бы, если сильно какие-то секретики можешь не раскрывать, можешь и раскрыть так по чуть-чуть. Вот где, как, в какой соцсети. Если, скажем так, если в общих чертах описать то, как я сейчас работаю, то это, конечно, да, это бесплатные методы. Вот, я уже говорила, что, ну, есть определенные обстоятельства, которые меня пока защемляют в этом плане. Вот, но, тем не менее, мы движемся вперед в этом направлении и будем развиваться дальше. Очень хорошо мне в этом помогает, конечно, Инстаграм-аккаунт. Вот Инстаграм-аккаунт именно продуктовый аккаунт, когда, в общем-то, люди, видя вот те наборы, которые мы кидаем в рекламу, они просто реагируют и пишут сами в Директ. Вот и все. Поэтому это очень удобно, это очень здорово, когда ты там пытаешься кому-то что-то предложить, а тебе люди уже самостоятельно пишут. А сколько у тебя там подписчиков, перебью на секунду? Кстати, не так много. Вот почему я и спросила, что это какой-то результат. У тебя там, по-моему, 100 или 400 человек. 470 или 80, что-то в этом. Ты просто его каждый день ведешь. Да. Просто ведешь, кидаешь, наполняешь этот бизнес-аккаунт. И знаете, все-таки, когда вы там тоже меряете в этом продуктовом аккаунте, это, конечно же, тоже большой-большой плюс, потому что иногда, знаете, как-то, а, нету, спешишь, торопишься, раз-раз покидал-покидал наборы, какие-то отзывы побросал, и на этом все. Но все-таки, когда где-то там в сторисах еще и ты мелькаешь, ну, смотри, сегодня там накрасила губы вот этой вот помадой, вот вообще все классно, ну, все, пока я побежала. Уже какая-то реклама пошла. Кому интересно, тот тебе ответит, напишет в Директ. Вот поэтому это, как бы, скажем так, основное сейчас направление моей работы. Вот. Ну, опять-таки же, это контакт. Вот. И всеми, наверное, уже, наверное, забытые поздравлялки, поздравлялки, которыми мы когда-то работали, и о которых я говорила, да, не знаю, может быть, не слышно было, что, да, было 5-7 регистраций в день, ты, в принципе, делал практически в легкую. У меня было, наверное, тогда на тот период, может быть, 5 страничек в одноклассниках, и с каждой странички буквально там, ну, 7-10 поздравлялок вот незнакомым людям-то кидал. И люди реагировали вполне себе. Но просто в силу того, что, наверное, было не так много опыта у меня в этом плане, то, конечно, не все они всегда доходили до каких-то заказов. Ну, и все-таки, когда мы только, когда я только начинала, это уже довольно-таки давно, то, наверное, такого доверия интернет-магазинам еще на тот период не было. Все-таки сейчас люди легче соглашаются на наборы, на регистрацию, на дисконт, то есть как-то все проще, потому что тот же Wildberries, тот же La Moda, Ozone, это те вот маркетплейсы, где, в общем-то, люди покупают и с удовольствием покупают, и они понимают, что и как, и к чему. Вот, поэтому спокойно реагируют и на нас с вами. 100%. А вот какая больше у тебя аудитория? Ну, вот какая примерно возрастная категория? Или, может, с кем тебе проще работать? С какими вот такие фишечки родились? Проще работать с нормальными, адекватными людьми. Здесь, вы знаете, я могу сказать, что прям какая-то возрастная какая-то категория? Ну, нет, я бы не сказала, но большей частью, наверное, реагируют такой вот, ну, не 20 лет девочки совсем молоденькие, а вот, наверное, после 25 вот как-то, и там уже постарше. У меня есть одна женщина, которой я высылаю заказы, она у меня зарегистрирована, наверное, уже года два, и у них нет пункта выдачи. В город ей ездить далеко неудобно, то есть я вот представлю себе... По предоплате ты с ней работаешь, да? Ну, она оплачивает. Это в Инстаграме. В Инстаграм, да. Я ей делаю заказ, оформляю на свой пункт выдачи, вот, который находится тут, вот там, и потом заказ приходит, она его оплачивает, этот заказ, высылаю ей бесценной посылкой, то есть она оплачивает за пересылку все это, и высылаю я ей, кто из Беларуси, девочки понимают, это Могилевская область. Вот, и вот уже на протяжении двух лет мы с ней работаем, то есть вот тогда человек поверил, я выслала, и с тех пор вот так вот мы с ней работаем, то есть... А человек уже за, ну, плюс-минус 50, то есть где-то так, мне кажется, даже может за 50. То есть абсолютно нормально адекватный, поэтому почему я ей сказала, что здесь, в общем-то, нет какой-то возрастной категории, либо по гендерному какому-то признаку. Нет, мы просто работаем с адекватными людьми, вот и все. И чаще мы притягиваем именно тех, ну, какими являемся сами, вот. Сто процентов. Ну, не надо, да, но не надо путать, что, знаете, иногда бывает, ну, я же такая, вот я же такая честная, я же вся такая правильная. Значит, и он, наверное, или она тоже такая правильная. Нет, не всегда, это не работает. Это не работает. Ну, это, наверное, ты все-таки пришла к такому выводу, получив, наверное, какую-то ошибочку. Ну, знаете, наш путь не бывает без ошибок. И если уж затронули ошибочку, то, я думаю, я поняла, на что Оля намекает, и я сейчас эту ошибочку вам раскрою. Только в начале моего пути, вот когда я открыла пункт выдачи, я работала буквально, наверное, полгода, ко мне приходила девушка, очень приятная, миловидная такая, она всегда посидит, побеседует, что-то вот так вот она... Конечно, всегда обманчиво. Ну, да, да, поэтому я и говорю, не думайте, что если вы все вот такие, то и люди все такие. Не, люди все разные, абсолютно. И даже вот за этой миловидной внешностью может скрываться такая чертовщинка, что ого-го. Вот, и она пришла как-то, знаете, расположила меня к себе, все было замечательно. Один заказ, второй заказ, третий заказ как-то. И тут она что-то приходит, а моя ошибка была в том, что я не спросила, оплатила она заказ или не оплатила она заказ. И я ей его просто выдала. Потом как-то что-то туда-сюда, я захожу, смотрю, а заказ-то не оплачен. День проходит, второй проходит, третий проходит, я опять приезжаю на работу, а заказ все не оплачен. Я давай писать. Ой, да, 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 да. Сейчас там придет моя свекровь, вы отдайте ей оплаченный заказ мой, а я вот этот вот оплачу, и все будет хорошо и замечательно. Я просто сейчас деревня, почта далеко. Ну, окей. Я отдала заказ оплаченный, ну, тот был хотя бы оплаченный. Вот, а потом, слава богу, слава богу, он мне помог, и деньги я все-таки вернула за этот заказ, за который я оплатила сама, потому что иначе... Но понервничать надо было. Да, естественно, конечно, потому что заказ, заказ выдан, получается, неоплаченный, то есть вернуть его обратно я не могу, потому что нечего возвращать, и оставлять в блоке пункт выдачи тоже не вариант, потому что это и товарооборот, это все. Пришлось оплатить, благо деньги были тогда небольшие, тогда шла речь, наверное, ну, плюс-минус долларов 10, вот, на тот период. Но, тем не менее, для меня это был стресс. И научка. Да. И вот представьте, вот человек может тебе смотреть прямо в глаза, как Оля говорит, такое вот впечатление о себе, а тут бац, вот хоть на 10 долларов я тебе что-то где-то сделаю. Да, и вот у меня офис уже пошел, вот, 11 год, тоже могу сказать, что иногда бывает, что такое случается от таких людей, от которых никогда не ожидал. Поэтому доверяй, но проверяй. Спасибо большое, что поделилась. Это, конечно, очень ценно, на самом деле, особенно те, кто собирается открывать пункт выдачи, просто вы должны понимать, что вы здесь ответственное лицо за весь-весь-весь товар, который вам приходит. И если вдруг что-то где-то, будете платить за своего кошелька. Вот и все. То же самое, вот, кстати, в тему, с чем я столкнулась с прошлым летом. Я высылаю посылки намного больше, чем Оля. И тоже, как говорится, привыкла, ну, ты же оцениваешь посылку, как бы ее же, ну, все равно, как бы без денег не оплатят. И как бы я с таким не сталкивалась, его тоже отправила. Заказик был небольшой по объему, но там был дорогой товар. Было, может, долларов где-то под 30 на заказ. Все отправила. И, как Оля говорит, товара нет, посылка отслеживаю, никто не забирает. Мне нужно, как бы, возвращать, а вернуть нечего. И пришлось своими деньгами оплатить тот заказ. Но что самое интересное, ту посылку никто так и не забрал. И почта держит, по-моему, месяц, затем возвращает. Почта вернула ту посылку, а так как никто ей не заплатил за вес, в итоге мне пришел и товар, который, в принципе, мне сильно не нужен был, потому что там и водичка, в принципе, которой я не пользуюсь, и почте за доставку туда и обратно пришлось оплатить. Так что, девчонки, на ошибках мы учимся, но с тех пор, кто бы мне что ни говорил, без предоплаты, даже если я нет, я честный человек, я так не работаю. Я сейчас говорю, вы понимаете, что вам нужно сначала выкупить товар у склада компании Фаберлик, чтобы я вам его выслала. Как мне могут отдать заказ, допустим, там, на Синькевич Ольгу, если я не Синькевич Ольга. Вот, сейчас агитирую, оправдываюсь только этим. Ну, как-то работает. Спасибо. Так, ну, а сейчас такой вот вопросик. Мы, короче, и у нас различные неполадочки были, и поговорить мы любим с тобой точно так и со второй Олей. расскажи, вот, кто для тебя является, вот, мотивацией, кто тебя мотивирует, кто тебя подталкивает, чтобы, вот, как мы уже ранее говорили, не сдаваться, не опускать руки. И первая цель, закрытый, стабильный директор, у которого будет не только три тысячи, а лучше всего четыре и запасик еще там где-то шестьсот, семьсот. Это очень круто. Что тебя к этому движет? Первое, наверное, что бы я хотела, кстати, и новичкам подсказать, это то, что у вас должна быть внутренняя мотивация. Это первое, что должно быть и с чего мы должны начинать. Потому что если вы сами себя смогли зажечь, поддержать вот тот огонь внутри самостоятельно, тогда у вас все получится, тогда вы будете двигаться вперед. Если же у вас появляются какие-то исключительно внешние мотивации, то, к сожалению, вы далеко так не уйдете. Потому что сегодня эта внешняя мотивация, она есть, завтра она исчезла и запал, пропал. И на этом, скажем так, все. Поэтому, конечно же, на секунду. А вот, ну, хотя бы чуть-чуть приведи в пример, потому что не каждый понимает, что такое внешнее, что такое внутренняя мотивация. Ну, знаете, когда вы сами для себя видите какую-то цель, да, не кто-то там, ой, она так богато живет, она так шикарно живет, и я так хочу. Все. Это внешняя мотивация. Вы видите кого-то, вы видите картинку. Сегодня она живет богато, завтра она куда-то исчезла хотя бы из поля вашего зрения. Мотивация вот эта пропала, запал, исчез. Когда же вы живете для себя, когда же вы понимаете четко, что вот, ну, кого-то, допустим, дом, я хочу дом, вот, вот прям вот это то, что меня мотивирует, то, что меня зажигает. Я хочу новую машину, это то, что меня мотивирует, то, что меня зажигает. Но опять-таки же, вот эта мотивация, она должна быть очень сильной, и ее всегда надо поддерживать, ее всегда нужно чем-то разжигать. Потому что, знаете, бывает такое, что, а, ну, вроде на старой нормально ездить, ну, едет, и слава богу, дома нет, ну, квартира есть, тоже, в принципе, неплохо. Правильно? Ведь так же бывает. И знаете, я иногда поражаюсь вот людям, которые живут всю жизнь в общежитии. Вот, я, если честно, я не понимаю, я не представляю, как это. Да, я жила и с родителями изначально, в квартире, да, но потом я построила кооператив, я живу в этом кооперативе, да, я выплачиваю за него еще деньги, но это, по сути, это уже вроде как мое, пока с банком не рассчитался. Вот, но тем не менее, ты понимаешь, что ты чего-то в этой жизни добиваешься, чего-то ты в этой жизни достигаешь. Когда я покупала первую свою машину, я брала на нее кредит. Да, там была нехти какая машина, но тем не менее, я этот кредит выплачивала. Вот и все. Поэтому, ну, для меня очень сложно представить, как жить всю жизнь в общежитии. Вот правда, я не знаю, я не понимаю, неужели у людей нет вот этой внутренней мотивации, которая бы их мотивировала на то, что все-таки нужно как-то развиваться, двигаться вперед, дальше, для того, чтобы, ну, достигать чего-то в этой жизни. А может, эти люди просто не видели лучшей жизни и им не с чем сравнить? И как бы, все равно я там только ночую, какая разница, что я ночую в общежитии, что я ночую в себя в квартире, что я ночую в доме. А когда у тебя есть с чем сравнить, это на самом деле, вот это движет. почему я всегда говорю, что я абсолютно ни о чем не жалею, несмотря на то, что вроде бы я в компании уже огромное количество лет, но у меня не появился там дом отдельный или там еще что-нибудь, но очень много денег у нас ушло в путешествие. Благодаря компании, вот я не помню, где-то считала, или 15, или 17 стран я посетила. Да, вот как ты сегодня сказала, с 20-го года ноль мы сидим чуть ли не дома постоянно, но неизвестно, когда это все возобновится. А у меня в памяти остались шикарнейшие впечатления про Францию, про Голландию, про Бельгию, про Амстердам, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша сколько раз, Украина, Россия, у меня все это осталось в памяти, фото. Ты даже вот смотришь какую-то документальную передачу и так далее, я еще так не помню, а муж такой, помнишь, мы здесь ходили? Да, я могу не помнить. И вот представьте, это все показывают по телевизору, а ты там ходила возле этого писающего мальчика ты там ходила, по улице красных фонарей ты ходила и так далее. Вот это совершенно другое. Поэтому я на самом деле никогда ни о чем не жалею. Деньги для того и есть, чтобы их тратить. Только кто-то тратит на одно, а кто-то тратит на другое. Да, потому что по факту, даже если мы сходили в магазин, купили что-то вкусное покушать, конечно, без этого никуда. Но тем не менее, мы покушали, мы это забыли. А вот эти эмоции, которые мы испытываем, достигая каких-то определенных моментов в своей жизни, они же остаются с нами на всю жизнь. Вот как ты говоришь, да, вот была там, была там. Для меня до сих пор вот эмоция, когда я вижу на картинке ту же Эйфелевую башню, я поднималась на Эйфелевую башню. И вот эти вот эмоции, которые со мной до сих пор остались, это же просто непередаваемые ощущения, вот которые действительно живут. Поэтому вот ради, наверное, таких вот эмоций и стоит жить, и двигаться вперед, и достигать своих каких-то вот целей, исполнять свои мечты. Поэтому, ну, без этого никуда. это вот как один, наверное, из таких, как наставлений, что ли, для новичков, да, то, что меняйтесь, меняйте свою жизнь, трансформируйте. Помните, что за день это не произойдет, но тем не менее, когда вы даже поехали в какой-то другой город, в своей же там стране, вы поехали в другой город, вы что-то новое увидели, вы вот эти эмоции испытали, и поверьте, потом вам хотя бы будет что вспомнить, если уж не получится больше совершить очередную какую-то такую вот поездку интересную. Да, да, да. Вот, Оля, плавно перешла к нашему последнему вопросу. Совет начинающему сетевику. Вот, кроме эмоций, что, вот, какие есть ошибки, которые, вот, допустим, можешь тебе, там, где ты на планерках ты слышала, и я тебе говорила. Но, как говорится, слышать, это одно, но многие же считают. А, ну, типа, это у нее так получилось, а у меня так не будет. То есть, вот, какие есть такие ошибки, которые совершают, ну, практически все люди, ну, оно на самом деле есть, неверное убеждение, можно сказать. Я думаю, что на протяжении всей нашей с тобой беседы, вот, эти рекомендации, они звучали. если сейчас резюмировать вот все это, да, первое, как я уже говорила, это ваша внутренняя мотивация, без нее вы никуда, потому что внешнее есть внешнее. Это опять-таки же вот эти препятствия, которые возникают на нашем пути, а они будут, обязательно будут. Настраивайте себя на то, что препятствия будут, просто не надо сидеть и каждый день ждать, ой, там впереди меня что-то ждет страшное, какой-то страшный зверек, поэтому я не, туда не пойду. Нет, ну, если вы туда не пойдете, если вы остановитесь, скажем, на полпути, если вы остановитесь на том, достигнутом, чего вы уже достигли, то, к сожалению, так и случится. Поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться. Я не буду оригинально, наверное, в этом. И всегда мы проговариваем о том, что если вы чего-то хотите, то идите, делайте, двигайтесь вперед, не останавливайтесь, и тогда результат он будет. Да, у кого-то раньше, да, у кого-то позже. Да, вы сейчас, видя на моем примере, я долго иду к этой цели, долго, но тем не менее я иду. Когда-то быстрее, когда-то медленнее, поэтому главное не останавливаться. Когда вы остановитесь, на этом все закончится, вот и все. Поэтому вот такие небольшие рекомендации, это, конечно же, смотрите вперед, смотрите в будущее. Сильно далеко заглядывать тоже не надо, потому что жизнь, она настолько скоротечна, настолько в любой момент, к сожалению, может закончиться, и мы не знаем, когда и что это случится. Поэтому старайтесь разнообразить свою жизнь, пробовать что-то новое, достигать что-то новое, развивайтесь, без этого никуда. И сейчас уже даже на своем опыте, я себе считаю, в принципе, довольно-таки развитым человеком, потому что иногда ты общаешься с кем-то, и ты понимаешь, что ну нет, я не могу общаться с человеком, потому что мне с ним элементарно не о чем поговорить даже. Потому что вот как-то все настолько примитивно, на примитивном уровне люди остаются, что с ними становится неинтересно. Вот таких людей, наверное, надо отсекать от своей жизни, чтобы не застрять вот где-то там, вот в каком-то далеком-далеком прошлом. Поэтому верьте в себя, верьте в свои силы, все получится, идите вперед и двигайтесь, пробивайте эти стены, лбом, головой, чем угодно, но только не стойте на месте. Спасибо, спасибо. Знаешь, вот когда ты начала говорить, у меня вот такая мысль созрела. Не мысль, а как это называется, блин, я с литературой, со всеми этими, не очень, афоризм или как, ну, одним словом, любой профессии мы учимся. Так, давай мы сейчас посчитаем, что ты просто пошла на высшее образование, три курса проучилась, потом взяла академ по какой-то своей причине, и сейчас ты снова восстановилась в своем высшем учебном заведении, поэтому я и думаю, все девчонки желаем тебе, чтобы ты успешно закончила это высшее образование по новой специальности, директор компании Фаберлик. Всего-всего тебе самого наилучшего, главное, будь здорова, потому что здоровье иногда подкачивает и настроение совершенно другое, а все-все-все, что нужно для директора, у тебя есть. Ты и активная, ты и умеешь работать со структурой, ты умеешь вести соцсети, ты умеешь сопровождать, ты умеешь мотивировать людей, просто главное не останавливаться и смотреть вперед, и в примере у тебя должны быть те люди, на которых ты на самом деле хочешь равняться. Спасибо. Час почти у нас был эфир, но я думаю, он для всех наших зрителей был очень и очень полезен. Очень надеюсь на это, поэтому, девочки, в первую очередь, живите ради себя. Никто вас не будет так любить, как у вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok